Добрый день! В этом видео я расскажу и покажу, как построить диаграмму Ганта в ClickSense, используя одноименное расширение VisLibGant. Расширение VisLibGant – это интуитивно понятное расширение временной шкалы планирования проекта. Перед вами пример классической диаграммы Ганта. Проекты отображаются в единой визуализации с задачами и событиями на вертикальной оси, а с помощью горизонтальной временной оси можно задать длительность каждого этапа. Временную ось можно разместить также снизу. Время от начала первой задачи до завершения последней – это продолжительность всего проекта или подэтапа. VisLib поддерживает от 1 до 4 измерений. Что это значит? Это значит то, что можно задать иерархию в 4 уровня. Сейчас у нас с вами иерархия в 2 уровня. Это родительская группа и подгруппа. Опорные линии. Опорные линии можно задать на важные для вас даты, на начало и завершение проекта или, как сейчас, по умолчанию на текущий день. Также доступно выделение ключевых этапов проекта значками, символами или изображениями для обозначения задач и рабочих потоков. Технология Дрилдаун позволяет углубиться в данные до дня, часа, секунды. Необходимый уровень детализации пользователь задает сам. В качестве источника данных можно использовать Microsoft Project, Excel или другой планировщик задач. Давайте перейдем к построению и в процессе вы сможете понять преимущества расширения. Для построения диаграммы Ганта нам потребуют от таблицы со сходными данными. Таблица может быть разного вида, но будем использовать вот такую табличку, которая состоит из ID задачи, этапов проекта, ответственных, плановых дат начала и завершения проекта. Далее откроем приложение Криксенс. Я заранее создала пустое приложение, где есть автоматически созданный календарь. Подключаем данные. Мы видим уже данные, которые только что смотрели. Проверяем, вставляем скрипт и загружаем. Далее переходим на лист для создания визуализации. Расширение VisLipGant находится в пользовательских объектах. Находим одноименную папку VisLipGant, перетаскиваем расширение на лист и сдаем размер. Если вы вдруг по какой-то причине забыли, как выглядит VisLipGant в Кликсенс, можно нажать на кнопку показать демо. Отмечу, что маркетологи используют диаграмму Ганта для визуализации своих текущих маркетинговых компаний, видеть, кто над чем работает и есть ли конфликты в графиках. Посмотрели на диаграмму, закрыли. Добавляем идентификатор задачи. Идентификатор задачи может быть как в числовом варианте, так и в текстовом. Далее задаем плановую дату начала проекта и завершения. Уровень детализации можно задать здесь и сейчас на уровне скрипта или далее в приложении. Добавим один уровень. Это будут этапы проекта. Создаем. Вы видите, что буквально за пару шагов мы создали с вами диаграмму Ганта. У нас есть этапы проекта и видим плановые даты начала и завершения. Цветовое решение визуализации можно изменить. Визлип Гант есть шесть настроенных тем. Выберем с вами одну для демонстрации. Мы видим, что все перестроилось в такой синий-голубой цвет. Мы с вами будем использовать более такой разноцветный вариант. Если в вашей компании есть корпоративный стиль, цвета, которые необходимо использовать в диаграмме Гант, ее можно создать и сохранить. Сохраненная тема будет находиться в моих темах. Давайте перейдем в настройки. Искусственно добавим с вами еще один уровень детализации. Пусть это будут те же самые этапы проекта. Мы сразу видим, как построилась иерархия. Основная задача будет также подписана на визуализации. Если вам это не нужно, можно отключить. Перейдем к более тонким настройкам. Если у вас дата завершения проекта зависит от каких-то других этапов, т.е. когда закончится, только можно переходить к начинанию или необходимо сдавать формулы, то можно отключить и прописать формулу. Все стандартно, как в Кликсенс. В нашем случае дата завершения известна. Проекты можно обогатить большим количеством контекста, используя всплывающие подсказки HTML, встраиваемыми изображениями или ссылками. Я заранее прописала исходный код HTML, сейчас его скопирую и вставлю для того, чтобы показать функциональность. Что мы увидим? Изображение будет определенное подсвечиваться по ответственному человеку. Нажимаем применить. Проверяем. Мы прописали на подэтапы. У нас с вами отобразилась картинка и мы видим ответственность человека за данный этап. У каждого подэтапа свой ответственный человек. Далее, мы сейчас видим с вами выполнение по 0%. Давайте зададим формулу. Пусть это будет простая формула, что если от текущей даты задача уже прошла, то это 100% выполнения. На текущую дату рассчитывается. Если дата начала проекта еще не наступила, то будет 0%. Применяем. Мы видим, что автоматически все задачи, которые уже прошли, 100% на текущую дату рассчитываются прямо пропорционально. Планирование. Визлипгант легко работать с календарем. Вы можете заранее настроить выходные дни вашей команды. График отпусков, исходя из этого Визлипгант пересчитается. График отпусков вы можете загрузить в Криксенс и потом просто подгрузить. Если это какие-то более статичные формулы, то можете прописать здесь. Выходные дни по умолчанию стоит суббота и воскресенье. Если это только воскресенье, вы также можете задать. Выходные дни они подсвечиваются цветом. Давайте зададим любой другой цвет, чтобы изменилось. Раскрашивание наше задали. Если в вашей команде есть плановая дата начала проекта, есть ее какие-то фактические даты, то это просто прописываем также. Все легко и просто. Далее, давайте с вами зададим уровень детализации. Пусть у нас уровень детализации будет ровно идти один день, и мы будем видеть сразу весь год. Это про тот уровень детализации, который мы говорили, можно настроить. Если для вашей команды актуальный режим работы, вы четко работаете с 8 до 5 вечера и остальные времена рамки для вас не интересны, то также можем ограничить. То есть вы работаете до 5 вечера и с 8 утра. Давайте проверим. Уходим в детализацию и видим то, что у нас четко ограничение с 8 до 5. То есть как дальше мы не уходили, мы другие даты и времени не увидим. Когда мы с вами ушли в детализацию, нам необходимо увидеть общую картину. Можно одним нажатием кнопки на домик вернуться к общей картине. Для того, чтобы ограничить, то есть не было видно каких-то других дат, которые выходят за пределы нашей диаграммы ГАНТа, можем задать максимальные и минимальные даты. То есть в нашем случае минимальные – это начало проекта, применяем, а максимальные – это дата завершения. То есть при открытии у нас уже будет ограничен проект. Мы видим то, что график автоматически немного расширился. Основное преимущество расширения Визлип ГАНТ – это несколько проектов в понятной структуре. На одном дашборте можно разместить несколько проектов или увидеть остальные части проекта, применив фильтр. Участники команды будут видеть только те проекты, над которыми работают. Доступ к данным к потокам издает административная система согласно требованиям. Давайте добавим с вами фильтр для проверки. Пусть это будет ответственный. Сохраняем визуализацию и проверяем. Выберем гражданина зябликов. Мы видим, что визуализация перестроилась сразу под выбранным с нами с вами фильтр. Проверяем. Да, это гражданин зябликов. Для того, чтобы снять фильтр, в верхней части панели закрываем. Работать с фильтрами – это очень удобно, особенно в диаграмме ГАНТа. Например, строительная сфера, когда много жилых комплексов, домов, корпусов, этажей. Мы просто с вами ставим несколько фильтров, и у нас с вами будет единое окно входа. То есть мы отказываемся от миллионов Excel и сразу видим все здесь. Выбрали жилой комплекс, у нас перестроилась под один жилой комплекс, выбрали другой. Все будет перестраиваться и очень динамично. Далее. Удобный экспорт данных. Функция экспорта данных позволяет всегда иметь доступ к данным к диаграмме. Доступна выгрузка в популярных форматах изображений PDF Excel. Давайте попробуем с вами в PDF. Мы не будем ничего настраивать, выгрузим только то, что мы сейчас с вами видим. Нажимаем кнопку «Экспорт». Например, в строительной сфере той же, если у вас нет с собой планшета, то можно распечатать диаграмму и взять с собой на выездное совещание на объект. Нажимаем выгрузку PDF. У нас сохранилось. Открываем. Так как мы не делали настройки, выгрузилось то окно, которое у нас с вами были. Давайте увеличим масштаб и посмотрим. Мы видим, что качество у нас с вами сохранилось. Все четко и понятно. Удобно взять с собой. Хорошего пользования вам в расширении безлипгант.